Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о таком замечательном удобрении, которое вполне может заменить и аминосил, и аминорост, и многие другие удобрения, которые используются особенно при выращивании рассады. Причем это удобрение абсолютно природное и абсолютно бесплатное. Речь у нас пойдет о применении для подкормок растений. Ну, я предпочитаю рассады, потому что его не напасешься на огромный огород. Это березовый сок. Вот теперь уже как раз самое время, ну в разных регионах по-разному, для того, чтобы собирать березовый сок. Березовый сок – это эликсир, это квинтэссенция, это концентрат, это, ну как называйте, как хотите, веществ, которые необходимы для полного развития растений. Ведь на березовом соке, ну как и на соке кленовом и других растений, ведь там родятся листочки, то есть там есть как раз те соотношения азота, фосфора, калия, всех микроэлементов, ну всего абсолютно, что необходимо, чтобы растение выросло. По этой причине березовые и другие древесные соки являются самым лучшим, самым сбалансированным, ну самым-самым-самым таким удобрением, которое вы и вряд ли когда-либо сделаете искусственно. Ну это как, знаете, как материнское молоко. Даже если вы там белки, жиры, углеводы, там что-то еще соберете, ну все равно у вас такое не получится, потому что там есть и какие-то гормоны, там есть, ну там куча-куча всего, что надо для нормального и гармоничного развития ребенка. Точно так же и березовый сок. Но как же использовать березовый сок для подкормки рассады? Использовать его достаточно просто, но надо помнить один нюансик. Дело в том, что сам по себе березовый сок содержит некоторое количество сахара, сахарозы. А я уже рассказывал о том, что сахар для растений имеет двоякое значение. И здесь очень важно не использовать сахарные подкормки, зазря, ни с того ни с сего, потому что дополнительный сахар может остановить развитие растений и препятствовать нормальному росту и развитию в том числе рассады. А здесь все-таки сахарок есть. И поэтому для того, чтобы использовать березовый сок, его надо немножечко предварительно подготовить. Если он самостоятельно у вас забродил, нет проблем, абсолютно никаких. Пожалуйста, пускай забродил. Но если он у вас свеженький, без ополисценции, прозрачный, как у меня, то его надо немножечко подбродить. Что я делаю? Я просто отливаю. Ну вот у меня бутылка была, да, почти полная. Вот я уже отлил здесь. Я беру вот тут полтора литра почти этого сока. У меня полтора литровая такая банка, ну литр там считайте. Ну там плюс-минус, слушайте, это же все природное. И немножечко туда добавляю первых попавшихся сухих дрожжей. То есть мне надо его выбродить как следует. На самом деле вы можете использовать не дрожжи. Вы можете использовать любой биопрепарат бактериальный. Это могут быть классические биопрепараты, биоццо, например. Это могут быть и серия МАКСИ, очень выгодная, экономически выгодная, очень эффективная серия МАКСИ. Но вам надо, вам самое главное там избавиться от этого избытка сахара. И бактерии из биопрепаратов, и обыкновенные дрожжи, и те дрожжи, которые туда в диком виде прилетели, они этот сахар там съедят. И в таком случае березовый сок будет полностью готов к использованию в качестве подкормки. Вот я на сутки его оставляю. На сутки, за сутки там весь сахарок будет съеден полностью. И затем использую очень просто. Беру стакан этого бродючего березового сока, разбавляю в 2 литрах воды, то есть 1 в 10 разбавляю. Ну 100 мл на литр, 200 мл на 2 литра и так далее. Литр на 10 литров. И просто использую его как поливную воду. Как часто это можно использовать? Вы можете использовать его в каждый полив. В каждый полив можете использовать. Но, конечно, смотрите по состоянию растений. Если они уже ужировали, уже такие сделались огромные, матерые, то тогда можно, конечно, и просто поливать водичкой. А вообще это очень-очень хорошая штука для полива и опрыскивания любых растений. В том числе рассады. Отличный ресурс, природный, настоящий. Я обещал, что буду рассказывать о таких бесплатных или условно бесплатных способах подкормки растений. Это не значит, что сыворотка, что картофельный отвар, что там какие-то другие способы, о которых я говорил, мне уже десяток, наверное, таких бесплатных, что они не годятся. Они все годятся. В равной степени годятся подкормки лучшая смокота, подкормка на хлорофилл, эликсир для ваших растений. Все годятся. Это просто один из вариантов. И вы, конечно, если у вас есть доступ к березовому кленовому соку, вы вполне можете использовать этот ресурс, включать его в программы подкормки. Ну, то есть сегодня картошечкой, картофельным отваром покормили. Там с забродючим этими кисломолочными бактериями из квашеной капустки. Завтра подкормили сывороточкой кисленькой с нашатырным спиртом. Послезавтра подкормили березовым соком. Ну, не послезавтра, что каждый день кормить не будешь. Там, ну, через день, с той чистотой, как вы поливаете. Вот. А потом минералочки добавили, там, лучшая смокота или что-то еще. И у вас будет рассада золота, золото, золото. И ни один блогер не сравнится с вашей замечательной рассадой. Просто, грамотно, чередуйте или постоянно, они все являются вполне себе полноценными. У каждой свои дополнительные полезные свойства. Что ж, у березового сока и янтарная кислота там есть, и все-все-все там есть для наших растений. Пожалуй, это самая полноценная бесплатная подкормка, которую можно найти среди огромного разнообразия способов, как поддержать рост ваших растений. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.